Как Вы оцениваете ситуацию на Украине нынешнюю? Ситуация трагическая. Видим, до сих пор люди гибнут. Но я очень надеюсь, что в ближайшее время всё-таки будет принято окончательное решение, связанное с прекращением огня. Мы сейчас только что с президентом Франции об этом говорили очень подробно. Надеюсь, что, разумеется, и Россия это поддерживает, Россия, и Франция, и все другие страны, которые вовлечены в этот процесс регулирования. Надеюсь, что будут сделаны дополнительные шаги по обмену пленными. И, конечно, исхожу из того, что будет восстанавливаться хозяйственная жизнь. И любые элементы, какой бы это ни было блокадой этого региона, будут исключены из практической жизни, поскольку иначе трудно себе представить восстановление территориальной целостности страны. А мы, как известно, знаете, Россия территориальную целостность Украины поддерживает. На мой взгляд, сейчас такая ситуация, которая позволяет надеяться на лучшее. И я думаю, во всяком случае, ожидаю, что это и может произойти, или произойдет в самое ближайшее время. Владимир Владимирович, а как вы оцениваете нынешний этап реализации минских договоренностей? Россия была, как вы знаете, инициатором встреч в Минске. И при нашем непосредственном участии эти протоколы и были подписаны. Так что мы за их полное выполнение. Вместе с тем мы отмечаем, что и со стороны властей Киева, и со стороны Донецка и Луганска с обеих сторон не всё исполняется. Но всё-таки будем надеяться на то, что удастся выйти и Киеву, и Донецку, и Луганску на такие взаимоприемлемые развязки, которые удовлетворили бы все стороны и, самое главное, прекратили бы вооруженную часть хотя бы конфликта на этом этапе. Там ведь специалисты договорились о нескольких линиях отведения тяжёлой техники. Одна линия – это просто гражданского разъединения, одна линия – отвода артиллерии, и ещё одна линия – более дальняя отвода систем залпового огня. Но по поводу линии отвода артиллерии и систем залпового огня, там вообще нет никаких разночтений, с этим все согласны. Но надо это сделать как можно быстрее. Я очень надеюсь, что это и будет сделано в ближайшее время. Потому что после того, как это произойдёт, после того, как прекратятся обстрелы и гибель людей, только после этого можно будет говорить о начале истинном, начале политического процесса и о восстановлении какого-то общего политического пространства. Но это нужно сделать как можно быстрее. А расскажите у вас про итоги переговоров? Мы обменивались информацией по поводу того, что происходит в данном случае в Украине. И вот как раз о этих аспектах, о которых я сейчас сказал, и шла речь. И Франция, и Россия выступают за немедленное прекращение кровопролития, за то, чтобы были найдены пути к сближению, в том числе и по восстановлению единого политического пространства, как я уже сказал. И, разумеется, говорили о необходимости восстановления хозяйственных связей между Юго-Востоком Украины и остальной её частью. Потому что обе части этой территории нужны друг для друга. Ведь значительная часть энергетики Украины, как вы все знаете, она построена была изначально на восточно-украинских углях. Но надо восстановить, в конце концов, хозяйственные связи. Нужно направлять туда уголь, получать в ответ электроэнергию. Нужно наладить нормальное функционирование финансовых учреждений. Это всё можно сделать и нужно, и как можно быстрее. Говорите только по Украине, да? Нет, почему? Мы говорили о двухсторонних отношениях, говорили о проблемах урегулирования в Сирии, и говорили по процессу вокруг оранской ядерной программы. У нас такой достаточно был разговор на самые разные темы. Так что беседа была очень конструктивной и содержательной. Владимир Владимирович, о проместране говорили? О проместране не говорили, даже не упоминали. Есть контракт, это юридический документ. Мы исходим из того, что будет исполняться. Я вопросов не задавал, президент об этом ничего не говорил. Но если нет, то, знаете, у нас претензий тоже особых не будет. Конечно, надеемся, что нам возвратят те деньги, которые мы заплатили по этому контракту. А так мы с пониманием относимся, будем относиться с пониманием к любому развитию ситуации по этой теме. Спасибо большое, коллеги. Спасибо. 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 Спасибо.